Всем привет! Завершаем главу по жадным алгоритмам уроком, в котором мы расскажем про кучи. Кучи мы обещали рассказать в предыдущем уроке, когда нам понадобилась очередь с приоритетами для построения кода Хаффмана. Формально очередь с приоритетами — это абстрактная структура данных со следующим интерфейсом. Она должна позволять добавлять в нее элемент с заданным приоритетом. Она должна также уметь удалять элемент, заданный итератором или указателем на него. Должна уметь возвращать минимальный приоритет элемента, хранящегося в куче, а также извлекать этот элемент. То есть операция getMin может быть рассмотрена как константная операция, которая не меняет очередь с приоритетами, а extractMin — это операция, которая прямо извлекает элемент с минимальным приоритетом из очереди. Также очередь с приоритетами должна позволять у заданного элемента изменить приоритет. Итак, еще раз. Формально куча — это просто способ реализации всех этих операций. Это один из способов. Часто на самом деле кучу и очередь с приоритетами смешивают, называют одним и тем же, потому что куча — это просто очень естественный способ реализовать эту структуру данных. Перед тем, как переходить к тому, как устроена куча, давайте посмотрим, как можно было бы наивно реализовать такой вот интерфейс. Ну, первое, что можно было бы сделать, это просто хранить все числа в массиве, например. Ну, не числа, а элементы с их приоритетами. Тогда у нас долго работала бы операция getMin. Ну, действительно, чтобы найти минимум, пришлось бы просканировать весь массив, ну и честно отыскать там минимум. Чтобы это обойти, эту проблему можно было бы стараться хранить все элементы в массиве упорядоченно. Вот, например, вместо там 3, 1, 5, 4, 2, как в первом случае, будем хранить 1, 2, 3, 4, 5. Тогда находить минимальный приоритет совсем просто, да, это первый элемент в нашем массиве. С другой стороны, если нас попросят удалить второй элемент из нашего массива, то удалить-то мы его удалим, вот этот вот, но нам придется все оставшиеся элементы сдвинуть на один. И это потенциально может оказаться очень долгим, ну, в смысле, потребовать линейного времени, поскольку мы не хотим, чтобы в нашем массиве оказались дырки, ну, на то он и массив. С другой стороны, в этот момент мы понимаем, что есть структура данных, которая позволяет нам удалять из нее, но при этом не надо ничего сдвигать. Это структура называется упорядоченный список. Здесь элементы у нас хранятся не один за другим прямо в памяти, а как угодно, и мы храним указатели. Просто на каждый туда-сюда. Тогда и минимальный, да, и мы опять будем пытаться хранить элементы упорядоченными по приоритетам. Тогда и минимальный найти легко, это первый элемент просто нашего списка. И remove сделать легко, то есть если 2 понадобилось удалить, то мы просто вот этот указатель на следующий элемент перекидываем, на следующий перед вторым, и наоборот, вот этот указатель, который ввел в двойку, мы перекинем вот сюда. Вот так вот безболезненно удалили за константное время. С другой стороны, если теперь нам понадобится вставить, то чтобы найти нужное место вставки, в списке придется нам этот список сначала читать, ну и искать место для нового нужного приоритета. В худшем случае это будет занимать линейное время. Это слишком долго и непозволительно для нас. Итак, сейчас мы перейдем к устройству кучи. Куча, еще раз забегая вперед, это структура данных, которая позволит нам все заявленные операции реализовать за логарифмическое время.